МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 74-я летняя спартакиада ММК набирает обороты. Первый месяц самого теплого времени года выдался весьма нестабильным по погоде. Небесная канцелярия частенько прописывала дожди. Состоится ли то или иное соревнование, порой выяснялось лишь за несколько часов до его начала. В этот раз с погодой повезло. Новшество сезона 2022. В спартакиаде ММК соревнуются чисто женские команды в отдельной группе. Сегодня посмотрим, как они играют в мини-гольф. Гольф – это такой спорт, где надо вот этой клюшкой забить вон тот мячик. И если ты забил, то ты выиграл. Женские команды прошли боевое крещение в зимней спартакиаде сезона 2022. Участницам понравилось, многие просто счастливы. Ведь теперь есть возможность проявить себя не в смешанных командах, а среди равных себе по силам. А в женских, когда вы более-менее на одном уровне, все им все равно интереснее участвовать, чем с мужчинами. Потому что там в том же волейболе, допустим, им тяжелее же принимать там подачи, чем если с женщинами будут соревноваться. Женскую группу в спартакиаде ММК представляют 8 команд. Участвуют три человека от каждой команды. Надо забить с минимальным количеством ударов лунку, желательно с первого, конечно. Всего дается шесть ударов, седьмой ставится автоматически. Выигрывает команда, которая набирает меньшее количество очков. У нас, у нашей команды, есть лидер, так сказать, Анастасия Людкова. Она нас собрала, она нас координирует, нашу команду. Три работницы управления главного энергетика, все из разных цехов, сдружились на зимней спартакиаде. Начали плотно общаться и плечо к плечу бороться за спортивные победы. Ирина Жукова в рамках зимней спартакиады ММК участвовала в соревнованиях на лыжах и коньках, плавании и стрельбе. На правах более опытный гольфист Хим дает советы своим коллегам по команде. Где удар сильнее сделать, где от бортика сыграть, как стоять около мячика, стойка. Дебют в зимней спартакиаде ММК женской команды управления главного энергетика прошел успешно. Второе место. Второе место. Ждем кубка. Кубок уже стоит, нам просто его вручить надо теперь. Надеемся улучшать свои результаты в дальнейшем. Интересный факт. Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была изобретена пастухами, которые с помощью посохов загоняли камни в кроличьи норы. Предположительная игра существовала уже в 14 веке. В 17 веке клюшками в мяч играли уже в Нидерландах. Игра в ее современном виде оформилась в 19 веке в Шотландии. Первым упоминанием игры является указ короля Шотландии Якова XII от 1457 года о запрете гольфа, так как он отвлекал лучников от обучения. Наиболее ранний вариант правил игры в гольф был создан в марте 1744 года. Первый турнир по гольфу The Open Championship состоялся 17 октября 1860 года в Прест-Викском гольф-клубе «Саут Эршир» в Шотландии. Анастасия Сергеева легким движением ног скидывает офисные туфли на высоких каблуках и превращается в элегантную гольфистку. Неожиданно просто мне позвонили, сказали, пойдешь играть? Да, конечно, с удовольствием. Когда узнали, что в сезоне 2022 предоставится возможность посоревноваться в чисто женских командах в рамках спартакиада ММК, Анастасия призналась, вырвалась реплика. Дождались. Я и просила у нас тоже в цеху, чтобы обязательно нас приглашали, потому что мне очень нравится участвовать. Я много лет принимала участие в соревнованиях за честь цеха. В частности, я собирала команды и участвовала во всех соревнованиях, которые предлагало наше производство. Находясь в декрете, я пока этим не занималась, и вот снова вышла на арену спорта. На поле для гольфа участницам нужно было грамотно преодолеть расставленные ловушки и загнать мячик в заветную вузу. Мостик очень трудный. Когда была улитка, было очень легко, и я всегда попадала. Мостик не попал сейчас ни разу. Мне кажется, это сложное препятствие. Я надеюсь, мы зайдем в тройку лидеров. Надеюсь. Наверное, самое сложное – попасть в улунку. Мы начали с самого сложного, поэтому в конце нам было уже легко. Девчата ММК «Метис» заряжены на победу, и у них есть основания для спортивного азарта. В своей производственной группе по итогам зимней спартакиады этого года отличились и мужская, и женская команды этого предприятия. У обеих золотые кубки. Более того, в самом первом состязании в рамках 74-й летней спартакиады ММК в легкоатлетическом забеге на призы газеты «Магнитогорский металл» женская сборная ММК «Метис» снова оказалась на верхней ступени пьедестала. Некоторые лунки девушкам ММК «Метис» удавалось закрыть всего за пару ударов. Говорят, помогали друг другу по мере своих сил. Мы энергетический барьер выставляли, и Анастасия попадала. Раньше играла немножко здесь, чуть-чуть. Было дело, ну, очень давно, лет 15 назад. Гольфист Карем Пути Евгения с озвученной фамилией Родина в свое время занималась волейболом и легкой атлетикой. В плане гольфа себе лавры лидерства в команде не приписывает. Объективно оценивает напарниц по команде. Нет, это слишком подсадь не так. Подожди, ну, слишком подсадь. Да, вот так. Козырь у нас в красном. У нее просто все получается, спортивная девушка. Каждый год участвуем. У нас была всегда смежная команда мужчины и женщины. Ну, по-моему, в прошлом году у нас было по общему зачету четвертое место, а в позапрошлом, мне кажется, даже призовое какое-то было. Инженер коксохимической лаборатории ЦЛК Наталья Елшанская отметилась в зимней спартакиаде. Отстаивала честь своего предприятия на водной глади бассейна. В итоге команда ЦЛК заняла по плаванию третье место в своей производственной группе. Пришло время посоревноваться в меткости. Гольф вообще люблю. Вот это спокойствие. Ты придешь спокойненько, рассчитываешь эти вот, как ударить посильнее, послабее. То есть получаешь удовольствие от обстановки, от общения, от самой игры. Пока братья погодки Егор и Федор оттачивают удары клюшками для гольфа и пытаются покорить ловушку, их мама Ирина Данилова переводит дух после прохождения всех локаций их состязания. Очень было сложно попасть в улитку. У нас команда так и не попала. Но остальные участки прошли достаточно хорошо, я считаю. Даже было где за два броска. Поэтому надеемся на какое-то место. Штабелировщица ЛПЦ-11 рассказала, зимой в призовые места их команде попасть не удалось. Надеется, в летней спартакиаде дела пойдут лучше. Тут ты выходишь, смотришь людей, и себя показываешь, как-то у тебя силы, мне кажется, появляются. Поэтому это классно, что придумали эту спартакиаду, и вот мы участвуем в ней. По итогам игр в мини-гольф в зачет 74-й летней спартакиады ММК места распределились следующим образом. Восьмой стала команда инженерных служб, седьмое место у ММК «Метис». На шестой строчке ММК «Информсервис». Пятыми стали представительницы механо-ремонтного комплекса. На четвертом месте девушки прокатного производства. Бронзу завоевала команда управления главного энергетика серебром ОСК. Победителями в женской группе в дисциплине мини-гольф стали работницы ремпути. В 2022 году руководство спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» приготовило для участников спартакиады ММК несколько новых дисциплин. О том, что это будет и как атлеты справятся с диковинными состязаниями расскажем в ближайших выпусках. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Новшество сезона... Новшество сезона Новшество субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Новbereich